Приветствую вас, сейчас у нас здесь получаются два вопроса от одного человека, вот два текста от одного человека, второй текст является дополнением к первому, вот, но он в общем и целом в сути вопроса, пожалуй, не раскрывает второй, второй, второй текст. Вот, в нем лишь содержится дополнение, в нем есть, в нем лишь содержатся некоторые пояснения автора вопроса, на мой взгляд, который, в общем-то, указывает направленность его мы, его мыслей, вот, поэтому в данном случае я, пожалуй, зачитаю первую часть, первый текст, вот, не буду читать второй, а постараюсь ответить на именно, именно первый текст, ну, как будто бы я не читал второй, вот, да, так, мне кажется, будет правильно, потому что, ну, в сумме получается довольно много. Мне 24 года, дело в том, что он между мной и молодым человеком очень затуманенное отношение, мы встречались полтора года, позже он сошелся с женой. Я резко обрубил все, решил забыть, казался забытым, но в этом году мы снова начали общаться и сблизились. В данный момент я осознаюсь, что не смогла его простить, что он молча ничего не объяснив, ушел. Я не могу простить эту несправедливость моим чувством, если он снова так поступит или щит растаться, я молча не смогу уже отпустить. Я намерюсь рассказать его жене все. Может, не сейчас, но в конце концов я это сделаю. Только так мне станет легче. Я не хочу обижать жену и ребенка, но просто не могу по-другому. Я считаю, что нет пути назад, раз он изначально не сопротивлялся, а продолжил общаться, знал, на что шел, и ответственность пусть несет сам. Сейчас еще не время, я стараюсь быть сдержан и всему свое время. Изначально я думал, что если он полностью меня обеспечится, то я промолчу. Зная, что хотя бы от него пользуется, он мне помог. Но это происходит очень медленно, мои ожидания не оправдываются, и я из-за этого сильно злюсь и чувствую, что он не обязан за мое молчание. Каждый раз думаю о том, чтобы всю правду раскрыть, но ему ничего подобного не могу сказать. Мы очень уважаем друг друга, отношения без матов и оскорблений. И у нас, и у меня, у нас, и у меня есть за что его благодарить. Он неплохой человек, но он плохо понимает мои чувства. Мне сложно донести ему, я в тупике, я не знаю, как поступить, чтобы потом не жалеть. Если возможно, хотелось бы видеоответ. Здесь ситуация, конечно, весьма деликатная, в плане того, что вам причинили боль. И здесь ситуация весьма деликатная, в том смысле, что, как бы, ну, в данном случае психолог, в общем-то, скажем так, как действует в рамках своей компетенции, я не думаю, что наше право указывать вам, как поступать. То есть, в этом смысле, хотите рассказать все его жене, говорите, это ваша ответственность, равно как и ответственность вашего мужчины, как вы, на мой взгляд, справедливо заметили, как бы, вступая с вами в отношения и расставаясь с вами, допускать, что вы можете рассказать его жене и ребенку. Вот. Я, правда, не очень понимаю, зачем, да, то есть, это, как бы, ну, есть, это какое-то вот восстановление справедливости. Да, возможно, но, как бы, по опыту я бы сказал, что подобные вещи не приводят к внутреннему облегчению, потому что, ну, как бы, просто добавляется еще больше несчастных людей, вот. Какое-то, вот, злорадство и торжество, оно может присутствовать, но, по большому счету, боль от того, что сделали с вами, и, как бы, боль от того, что ваши чувства, например, унизили, да, она никуда не уйдет. То есть, в данном случае-то вы пытаетесь, как бы, одно заглушить другим. И это одно, оно пусть будет, то есть, я повторюсь, если вы хотите рассказывать, рассказывайте без проблем, вот. Вот, но, просто, мне кажется, с этой точки зрения, что рассказать, эм, его жене, эм, про это, это не позаботиться о себе. Понимаете, какая штука? То есть, сделав это, вы о себе не позаботитесь, сделав это, вы, как бы, о себе ничего хорошего не сделаете. Вот. Я бы, так же, эм, в этом контексте, еще бы отметил, что это не про обиду. То есть, это не про обиду, эм, ребенка и жены. Это не про обиду. Это про, эм, на мой взгляд, это про, эм, столкновение их, а точнее, жены, с некой реальностью, которая она не замечает. Жена. Или замечает, но не хочет признаться, так как, как правило, бывает чаще. Ну, потому что, совершенно очевидно, да, что, если мужчина, как бы, ну, вот, там, условно говоря, эм, будучи женатым, да, эм, встречается с другой, то, ну, совершенно очевидно, что, как бы, брак, и у него не все в порядке. Вот. Это первое. Второе. А вы говорите о том, что он сошелся с женой, эм, спустя полтора года, после того, как, вот, вы встречались. Понимаете, эм, я не знаю, что вы вкладываете в, э, значение слова сошелся, но для меня, значение слова сошелся, оно, совершенно такое, вот, определенно. И означает то, что, э, люди, э, условно говоря, разошлись, да, то есть отношения завершили, может быть, формально нет, но завершили, а после сошлись, то есть отношения восстановили. И, неважно, кто чего ждет, но, пока люди были не в отношениях, пока они не сошлись, в принципе, каждый мог делать то, что он хочет, потому что фактически он был свободным человеком, да, они были свободными людьми. То есть есть муж, есть жена, э, они разошлись, они расходятся, но не разводятся, и в этом смысле развод это чисто и формально. А, фактически, люди уже не стоят в отношениях, и фактически, фактически, ну, как бы, люди могут делать, что хотят. Поэтому, как бы не получилось так в этой ситуации, что вы-то расскажете, а жена скажет, ну, а, как бы, он же не был со мной в отношениях в это время. Вот, ну, как бы, было и было, и все. Вот, поэтому тут тоже есть такой момент, если вы подразумеваете под словом «зашелся что-то другое», я бы хотел, чтобы вы это прояснили. Да? Да? Дальше. 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 А, глобально, вот, по вашему тексту, вырисовывается такая картина, вот то, что я как психолог могу выделить. Что вы как будто бы довольно плохо замечаете то, что происходит с вами, вы довольно плохо отслеживаете свои решения, вы довольно плохо замечаете свой выбор, свою ответственность. Хотя, говорите про ответственность мужчины, и это правильно, но здесь важно иметь еще в виду и вашу ответственность тоже. А, когда нужно столкнуться с своими чувствами, у вас возникает проблема. Да, я понимаю, что, может быть, это только в данной ситуации, я понимаю, что, может быть, только в этой конкретной ситуации вы так себя чувствуете. Может быть, во всех других сферах у вас все хорошо, но, тем не менее, картинка вырисовывается именно такая, и по опыту я могу сказать, что если картинка вырисовывается здесь такая, то, скорее всего, она же имеет, как бы, какие-то проявления в других сферах. Поэтому, с этой точки зрения, вне зависимости от того, как вы поступите, я бы предложил поработать с вашим эмоциональным интеллектом, да? Вот, с вашим эмоциональным интеллектом, с вашими личными границами, с вашей позицией и так далее. Еще один важный момент, который вы затрагиваете, это то, что вы, значит, сдержаны, вы не можете ему сказать, не можете донести ему свои чувства, вот. И мне кажется, с учетом того, что вам сложно его простить, вот, а прощать вас его никто не заставляет, и не надо его прощать, если вы его не можете простить. Мне кажется, что проблематика здесь в том, что вы не умеете коммуницировать, то есть у вас как будто бы ограниченный спектр коммуникаций, коммуникативных навыков, так сказать. Соответственно, можно вас научить, в принципе, просто более, скажем так, ну, более точечно, что ли, выражать свои чувства, вот. Но, при этом, важно понимать, что выражая свои чувства и говоря о своих потребностях, мы неминуемо сталкиваемся с вероятностью их отвержения, и отвержения нам причиняет боль. Далеко не каждый человек прямо здесь и сейчас способен, да, способен, как бы на это пойти, потому что это риск, всегда, это риск, это возможность воли и возможность почувствовать себя, в общем-то, не самым лучшим образом. То есть, это вопрос личностного роста, так? В этом направлении я бы тоже хотел с вами поработать. Следующий момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Как бы, у вас, на мой взгляд, в контексте отношений смешивается материальное и эмоциональное, да? То есть, вы вроде бы говорите о своих эмоциях, вы вроде бы говорите о своих чувствах к человеку, с одной стороны. Но, с другой стороны, вы говорите и о материальном. И это материальное, как будто бы, имеет для вас большое значение. Так вот, хочу вам сказать следующее, что в отношениях, по крайней мере, до брака, материальное и эмоциональное друг друга, скорее, взаимоисключают, нежели чем дополняют. Поэтому, как бы, мне кажется, что вам имело бы смысл определиться, как я вообще отношусь к мужчине, да? Какой аспект отношений меня волнует и вести себя соответствующим? Если эмоциональный аспект, то хорошо, материальный аспект неважен. Если материальный аспект, то хорошо, эмоциональный эффект, эмоциональный эффект на втором плане. Вы здесь, как будто бы, это мешаете. Вы здесь, как будто бы, это, смешиваете, смешиваете, ну вот, друг с другом, как бы. И, на мой взгляд, это является проблемой. То есть, вам бы определиться, вам бы определиться, вот с этим аспектом, да, каких отношений я хочу. Следующий момент. У вас есть ожидания у человека. То есть, вы говорите о разочарованных. Ожидание от человека, это, вообще говоря, перенос на другого ответственности за свои желания. Что, на мой взгляд, является прямым путем к зависимости от него. А то, что вы описываете, можно назвать зависимостью. Вот. И, это вопрос. Вопрос к вам. Хотите ли вы быть, ну, как бы, зависимы, или хотите вы быть самостоятельны? Хотите, чтобы ваша жизнь зависела от кого-то, или хотите сами управлять и иметь власть над своей жизнью? Вот. С этим тоже нужно определиться, потому что, от этого зависит ваша позиция. Вот. Понимаете, да? Какая, какая штука. И, соответственно, в этом направлении, на мой взгляд, вам и нужно двигаться. В первую очередь, с этим вам и нужно работать. В первую очередь. И, мне кажется, что раз вам не горит, ну, вот, по сути. Раз вопрос остро не стоит, то, на мой взгляд, имело бы смысл позаботиться о себе. Разобраться в себе, прожить боль, донести чувства до мужчины, поговорить с ним. И потом, если вы решите сделать то, что вы хотите сделать, просто сделайте это, и всё. Но, если вы в процессе психотерапии решите, или почувствуете, что что-то изменилось, то не нужно этому сопротивляться, тоже. Вот. Знаете, какая штука? Поэтому, мне кажется, что выхода вы не видите, потому что выхода его и нет сейчас, исходя из вашего состояния психологического. Его нет. Это правда. Выхода нет сейчас. Но, изменив ваше психологическое состояние, позаботившись о себе, позволив себе, вот, заняться собой, психотерапией, ваше состояние может измениться. И уже из этого нового состояния, может быть, появится какой-то выход. Главное, чтобы вы не пытались, эм, втиснуть какое-то решение в концепцию. Понимаете? Вот и всё, я думаю. Ну, а сейчас, на данный момент, конечно же, вам, для вас актуально всё то, что вы написали во втором тексте. Я вас прекрасно понимаю, и я вам сочувствую, вот. Я чувствую вашу боль, чувствую, что вам больно, но, как бы, вы сами понимаете, что вот так вот каким-то махом, да, одним, ну, не решить эту ситуацию. И мне кажется, что вы понимаете, что даже вот рассказав его жене, и так далее, он всё равно, как бы, конкретно вашу проблему это не решит. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой.